Ну что? Ким Александрович, «Голубая камея» – название очень такое красивое, необычное для нашего города. Это вот проект, чувствуется, что-то за ним такое стоит. Вот суть проекта. Сможете нам объяснить? «Голубая камея» – это мюзикл, причем он в достаточно специфической форме будет осуществлен в виде такого всенародного проекта. Потому что мы так планируем, что в спектакле будут заняты как актеры театра профессионального, музыкального театра, театра музыкальной комедии, например. Но кроме этого будут заняты и люди, простые люди, возможно, студенты, возможно, просто люди, которые музыкальные или одарены талантом, каким-то ярким, которые смогли бы играть роли и осуществлять свою деятельность и свои амбиции какие-то творческие свои и реализовать именно на сцене театра, музыкального театра. Что из себя представляет спектакль? Могу сказать в двух словах. «Голубая камея» – это история княжны Таракановой. Это и трагичная где-то история, и веселая отчасти, потому что мы в жанре мюзикла все-таки существуем. У нас очень специфическая такая канва либретная, и в спектакле, несмотря на такой трагический персонаж, как сама Тараканова, мы знаем, что история не дает точных ответов на ее уход, существует много вариантов вообще ее гибели или не гибели, в общем, так сказать, мы не знаем точно. Могу лишь сказать, что в нашем случае все кончается благополучно, потому что у нас такой жанр, который предполагает хэппи-энды, но каким образом это сделано, это можно будет только увидеть тогда, когда спектакль пойдет на сцене. В спектакле участвует очень много молодых ребят. Этот спектакль с успехом идет уже в нескольких городах. В России и в Минске, в Белоруссии идет, в Национальном театре. И вот мы решили в этом году осуществить постановку такую в Оренбурге. Я думаю, что по масштабам ничего подобного Оренбург не видел, не осуществлялись такие постановки масштабные. Потому что и по форме эта постановка тоже комбинированная. Здесь есть средства, которые выделяет государство, а есть деньги продюсера. То есть такая комбинированная форма, эмоционная постановки. И самое главное, будет проведена такая грандиозная, большая очень работа, в смысле кастинга и отбора людей. Просто для участия в этом спектакле. Спектакль потом будет идти радовать людей, думаю, что не один год. Поэтому люди, которые победят в этом кастинге, получат контракт, будут работать на сцене. То есть, собственно говоря, это возможность себя реализовать именно на профессиональной сцене. А каким образом будет проходить кастинг? Кастинг будет проходить в несколько этапов. Но основной, как мы намечаем, основной глобальный, тотальный кастинг будет проходить в мае, в конце мая. Числа будут названы. Где смогут принять участие все желающие, вообще все. Надо сказать, что я и моя супруга Валерия, мы занимаемся долгое время уже телевизионными большими шоу, программами. В частности, «Народный артист», «Секрет успеха», «Фактор А», «Битва хоров». В общем, все, что связано с каналом «Россия» и связано с музыкальными программами, практически. То есть, ну вот как бы в этих программах мы принимали участие непосредственно. Я как музыкальный продюсер, она в ряде случаев как педагог по вокалу, как музыкальный наставник. Ну вот, скажем, в варианте с программой «Битва хоров» Валерия была главным хормейстером программы, я был музыкальным продюсером. Вот, поэтому у нас огромный есть опыт по проведению кастингов, потому что мы порой там просматривали до 10 тысяч человек, да, за, скажем, за программу, когда вот готовится программа. То есть мы же тоже как бы, ну когда «Народный артист» проходил, мы ездили по всем городам, то есть были в Киеве и в Минске, в многих городах России, вот и на Урале были здесь, тоже как бы отбирали людей тогда. Вот, то есть у нас большой опыт в этом смысле, и мы этот опыт сейчас применяем как бы вот в другом плане, то есть мы как бы хотим, чтобы люди почувствовали, вот живущие, скажем, в Оренбурге, в Оренбуржье, вообще, да, и в области, и в городе, потому что все могут принимать участие, естественно, в кастинге в этом. Вот, почувствовали, что все возможно, то есть как бы и удача вот такая профессиональная, да, вот если человек занимается музыкой, танцами, кстати, тоже, то есть мы набираем и танцовщиков тоже, не только певцов, но и танцовщиков, может быть реализовано, и таким образом мы сделаем очень яркое, красочное шоу. Могу сказать, что в тех городах, где это шоу уже идет, вот, оно пользуется большой любовью зрителей, и, в общем, отчасти это как бы стало уже таким визитной карточкой, да, там, театральных каких-то городов, таких как там Минск, Красноярск, вот Уфа, Нижний Новгород. Вот, и в эту систему, как бы вот систему мюзикла «Голубая камея» мы собираемся включить, ну, энное количество городов, потом, может быть, да, когда эта система образуется, актеры смогут переезжать из театра в театр, да, ну, например, там, главная героиня из Минска приедет в Оренбург, а Оренбургская поедет для гастролей в Минск. Таким образом, будет еще какая-то дополнительная возможность у людей выступить, показаться, познакомиться с коллегами, обменяться опытом и так далее. Мне кажется, что это очень интересно и полезно, вот, и, в общем, думаю, что это станет событием культурной жизни города. Вообще, да, очень интересно, вы... Пожалуйста. Знаете, меня, что, во-первых, вдохновляет? Меня вдохновляют оренбургцы, сами. Во-первых, я имею некий опыт общения с аудиторией, с вашей, потому что я в свое время гастролировал много, и здесь с моей группой, это было давно, правда, ну, «Диалог» называлась группа, она была известна в 80-е годы. Вот, мы гастролировали здесь, в Оренбурге, отлично помню, в общем, реакцию публики. И я думаю так, что некие культурные традиции, отношения к музыке, к искусству в целом, они в крае, в Оренбурге, в самом, они, в общем, живут. Потому что я знаю существование джазового фестиваля, вот, большого, который проходит каждый год. Но для того, чтобы это все проходило, собирало залы, нужно, чтобы аудитория, в общем, как бы была достаточно, ну, так сказать, предрасположена к этому. И я понимаю, что аудитория к этому предрасположена. Кроме того, мы рассчитываем не только на Оренбургсов, но мы рассчитываем на то, что к нам будут приезжать, может быть, из области даже люди, да, посмотреть спектакль. Потому что я говорю, что подобного шоу, в общем, никогда не существовало здесь. Вот, и оно действительно будет качественным, интересным, просто оно уже апробированное, интересное, веселое отчасти, да, там много танцев, очень хорошие костюмы, декорации красивые. Вот, и отдельно могу сказать о постановщиках несколько слов. Ведущий, как бы, режиссер-постановщик и хореограф нашего шоу Николай Андросов, заслуженный деятель искусств России, он человек очень известный в профессиональных кругах, работал со многими звездами балета, и с Мальцем Лиеппой, и с Плесецкой, и ставил спектакли в Риме, в Вене, в Лондоне, и балетные спектакли, и мюзиклы, участвовал как хореограф во многих постановках, там, скажем, работал с Валерием Фокином, например, и с многими другими известными и режиссерами, и так далее. И сам появляется замечательным, и очень, как вам сказать, он абсолютно в жанре, да, как бы, человеком, который разбирается очень хорошо именно в мюзикловой теме. Вот, он наш постановщик, и, собственно говоря, это уже будет четвертая постановка, да, которую мы осуществляем в России. И, ввиду того, что опытный, очень, как бы, режиссер, есть очень хорошие ассистенты, да, то есть, которые помогают, мы надеемся на то, что, то есть, это будет очень качественно сделано. Что касается художника-постановщика, то это тоже известный очень человек, заслуженный тоже деятель искусств России, лауреат премии Москвы, правительства Москвы, Григорий Белов. Вот, он автор очень многих спектаклей, которые идут в Кремлевском дворце съездов. Он оформляет все мюзикловые тоже, как бы, постановки, которые осуществляются в дворце съездов, связанных с Новым годом, с президентской елкой. Вот это вот его, как бы, спектакли. Вот, и у него тоже большой очень опыт, именно по части оформления сказок, знаете, вот таких красочных, очень, да, представлений. Потому что наше представление – это такая сказка для взрослых, собственно говоря, это история, как бы, с реальными историческими персонажами, то есть там есть граф Орлов и Тараканова, и императрица Екатерина. Вот, но, как бы, все это подано в такой немножко мифологической, да, как бы, системе координат. И, в общем, отчасти, можно сказать, что это сказка. Хотя она имеет под собой историческую фактуру, да, настоящую. Вот. История любви, естественно, там есть и отрицательные персонажи, которые делают всякие там гадости и пакости, есть злодеи, есть герои. Ну, в общем, все как положено, как в мюзикле бывает. Вот. Художник по костюмам у нас Марьяна Сычева. Она еще достаточно молодой такой художник, но уже поработавшая со многими известными московскими театрами, вот, сделавшая многие очень такие знаковые спектакли и в Москве, и на столичной сцене, и за границей. Ну, в частности, вот, буквально в прошлом году в Женеве ее спектакль тоже, как бы, был показан. Одним словом, есть команда, да, некая, энтузиастов, да, которые, вот, собственно говоря, думаю, что стартуют в мае этого года кастингом, да, здесь, в Оренбурге, и будет поставлен мюзикл «Голубая камея», премьера которого намечена под Новый год в декабре, в конце декабря. Да, времени-то не очень много, правда ли? Да, времени не очень много, но у нас есть опыт просто работы, есть определенные технологии, и мы понимаем, что полгода, например, да, напряженная работа, которая будет проведена, то есть репетиции начнутся в августе основные, постановочные, а до этого времени будет идти работа по производству декораций, костюмов, они уже начнут делаться летом, вот. Так что мы думаем, что к Новому году мы будем абсолютно в форме. в надлежащей, покажем законченный продукт. Но вот эта вот глобальная все равно работа предстоит, вот в ней вы ставку делаете все-таки на коллектив театра нашей музыкальной комедии? Я еще раз повторю, то есть мы как бы делаем ставку на талантливых людей, то есть если это будут как бы... Ну костяк тоже? Мы возьмем, естественно, какой-то костяк профессиональный, да, но мы это все дополним и разбавим как бы людьми непрофессиональными, но одаренными. Вот, потому что мы убедились в том, что есть позитивные качества как бы как у профессионалов, так и у любителей. Я объясню сейчас в двух словах почему. Дело в том, что с годами просто, да, когда люди работают на профессиональной сцене, у них складываются некие стереотипы, если там хотите, там некие штампы актерские появляются. Вот, и с этим порой трудно бороться, да. Ну, наиболее талантливые, конечно, люди с этим справляются. Вот, что касается молодых ребят, которые приходят, ну так условно, да, говоря, с улицы, то с ними в каком-то смысле работать сложнее. С одной стороны, у них нет профессиональной, нужной такой, должной подготовки, но с другой стороны, они абсолютно открыты для эксперимента, в них есть энтузиазм, задор, да, и абсолютно они лишены всяких, да, каких-то установок внутренних, там, или каких-то, да, так сказать, там, штампов тех же самых. С ними в этом смысле проще. Вот, и вот это сочетание, как бы, таких настоящих профессионалов, да, опытных, как бы, и неопытных, непрофессионалов, но зато людей горящих, да, то есть с большим энтузиазмом относящихся, там, и к кредитационному процессу, и к самим спектаклям, оно позволяет создать некий уникальный продукт, вот, которым, в общем, мы думаем, будет наслаждаться, как бы, публика Оренбурга, Оренбургской, вообще-то сказать, области. Вот, и мы рассчитываем на то, что этот такой вот конгломерат, да, что ли, то есть он даст вот такие очень значительные и хорошие результаты. Ну, вот вы рассказали, такие мощные силы задействованы, у вас очень дружная такая, сильная профессиональная команда чувствуется, но все-таки вот вы любите эксперименты, не боитесь их, у меня вот такое впечатление складывается. Ну, да, я тоже, как бы, и вот в переговорах, да, которые я провел уже, да, там, с администрацией и так далее, то есть мне тоже иногда задают вопрос, для чего это нужно просто, да, то есть я действительно, моя жизнь, она в движении просто, да, я не хочу просто успокаиваться, потому что, ну, в принципе, достаточно, может быть, было писать бы просто песни, да, которые там звезды поют и так далее, в общем, у меня немало. Жить спокойно. Да, и жить спокойно, но спокойно жить, а, неинтересно, б, просто для меня, как для автора, я являюсь композитором этой работы, то есть для меня вообще этот жанр очень интересен, потому что если ты, ну, написал там более 600 песен, да, в своей жизни, да, и там порядка, там, где-то 100 или 150 песен в ротации радиостанции сегодня еще, как бы, находятся в России, и не только в России, кстати, вот, но в какой-то момент становится просто, это слишком было бы однообразно, да, как бы, да, то есть писать все без конца песни, просто иногда хочется, как бы, попробовать и в других жанрах себе, и за последние пять лет, вот, помимо «Голубой камеи» я написал еще ряд мюзиклов, которые тоже, в общем, поставлены и идут достаточно успешно тоже. У нас в стране и за рубежом, это, я могу назвать названием, просто они там для широкой, может быть, аудитории ни о чем не говорят, потому что театральные постановки, это «Казанова» мюзикл, мюзикл «Леонардо», «Леонардо да Винчи», вот, детский мюзикл «Снежная королева», вот, сейчас новый тоже, как бы, готовлю, мюзикл «Дубровский» по Пушкину, вот, который тоже идет с успехом в Новосибирске, вот, то есть, одним словом, последние пять лет я вот так активно занимаюсь работами, связанными с театром и с вот такими большими театральными шоу. В общем, я поняла, вам всегда нужны какие-то новые творческие горизонты, вы решили теперь освоить. Да, есть еще одна мысль, просто, которую я хотел бы просто донести, какого рода. Дело в том, что сегодня вот концертная деятельность, вообще концертная, в шоу-бизнес, я сейчас вот, как бы, немножко коснусь шоу-бизнеса, концертная деятельность сегодня сопряжена с, ну, скажем так, ведь шоу-бизнес, он на то, и как бы называется шоу, там есть бизнес-слово, да, то есть, он должен быть отчасти рентабельным, да, то есть, что это значит? Это значит, что артисты, которые приезжают на гастроли, они должны, как бы, ну, подумать, то есть, вот, те гонорары, которые они получат, да, они, затраты их покроют или нет, да, что есть дорога, гостиница, нужно заплатить музыкантам, там, танцовщикам, если они приезжают, да, с людьми и так далее. И поэтому многие очень гастролеры, они приезжают с минимумом, да, с неким минимумом, просто минимум, там, если подтанцовка, то очень маленькая, да, там, если оркестрик, то очень тоже маленький, да, и все это очень маленькое, очень такое, очень, как бы, ну, чтобы можно было легко это перевозить и так далее, это с этим связано, а вот портативно, да, очень портативно, очень локально. А вот для того, чтобы глобальное шоу привести, да, глобальное, для этого нужны уже как бы, да, совершенно другие возможности, это нужны спонсоры, это нужны какие-то там, или вмешательства там власти, да, или там государственное какое-то финансирование серьезное. Но это не всегда возможно, не всегда возможно, и таких мероприятий много не проведешь, да, во-первых, бюджеты все равно как бы, да, они не резиновые, да, не позволяют это все-таки сделать, потому что есть ограничения какие-то финансовые. Вот. А вот такая работа, которую мы делаем, она идет на стационаре, и это совершенно другие условия, это значит, что можно очень хорошо отрепетировать это, это значит, что можно очень точно выставить свет, да, театральный, это значит, что можно сделать очень красивые и объемные декорации, да, которые так вот просто не привезешь сегодня, да, с собой. И поэтому, ну, я могу просто вот так без ложной скромности сказать, что, например, вот в Красноярске, да, взять Красноярск, там город-миллионник, да, понятное дело, на шоу, которое вот мы сделали, да, на «Голубой камее», на нашем спектакле, побывало приблизительно, ну, 7-8% населения города, понимаете? Вот. То есть, я думаю, что, ну, это в таком числовом, да, значении, это 70-80 тысяч человек. Но я так думаю, что вряд ли, так сказать, какая-нибудь звезда эстрадная, да, на сегодняшний день может похвастать такими сборами. Это значит, надо, ну, не знаю, там, собрать там 20 дворцов спорта, да, просто для того, это нереально сегодня. А наше шоу, так сказать, дает такие результаты. Это значит просто, что сделано настолько это все с любовью и качественно, что люди, и, так сказать, не заставишь приходить, да, на спектакль. Они сами приходят, просто некоторые, я знаю, просто ко мне подходили и молодые, и пожилые люди. Вот ко мне я был просто, мы приезжали в Красноярск на такие, ну, корректировочные, да, репетиции, потому что мы спектакли все время поддерживаем в форме. Мы приезжаем, инспектируем, да, постоянно поддерживаем, как бы, чтобы там ничего не разваливалось, никто ничего не забыл, потому что однажды поставлено все это, оно должно выполняться вот безукоризненно, да, то есть каждый, каждый спектакль. Вот, и ко мне подходили люди, и они, там, некоторые на спектакль, вот ко мне мужчина подходил, он был, он сказал, по-моему, 12 раз на представлении. И этот мужчина, я сказал, ну, какой он профессией занимается, он, по-моему, преподаватель высшей школы. Ну, то есть это значит, что, да, вот, то есть я говорю к тому, что, несмотря на то, что это легкий жанр, у нас есть интеллектуалы, как бы, да, на наших спектаклях. И есть, ну, люди, молодежь, не знаю, там, разных возрастов, и дети приходят с детьми, просто потому что дети смотрят зачарованные просто на это все, потому что это очень красиво. Это очень ярко, просто очень много цветов, разноцветно все, в общем, потому что это очень ярко. Это по жанру напоминает немножко комикс. Набор ярких таких сцен, ярких картинок, где герои, как бы, разговаривают, да, общаются, страсти возникают, но все это немножко в таком, как вам сказать... Ну, современно. Современно, да, немножко, как бы, там есть ирония, и самоирония, да. Есть какие-то переклички с современностью, но это очень в такой тонкой форме. Потому что основная канва все-таки это романтическая история о любви, понимаете? Вот. Хотя там есть и какие-то очень динамичные сцены, но вместе с тем это все-таки история о любви. Вот. Поэтому мы как-то очень правильно, то есть, как бы, прочитали алгоритм, может быть, благодаря еще замечательному совершенно поэту, да, который участвовал в создании нашего мюзикла и либретиста, это Карен Кавалериан небезызвестный, вот, с которым мы, кстати, написали массу песен популярных, да, и который без меня написал массу популярных песен, который является чемпионом Евровидения. Если вы, может быть, не знаете, он наибольшее количество песен для Евровидения писал за всю историю Евровидения, он их, по-моему, 7 или 8. То есть, его песен участвовало, потому что он пишет не только на русском языке, но и на английском тоже. Ну, вот Дима Билан, там, Колдун, там, в свое время, группа «Премьер-министр», там тоже это было давно, может быть, кто-то помнит, вот, Диана Гурцкая. Одним словом, то есть, большой набор артистов, который исполнял на Евровидении его произведения, и, в общем, достаточно успешно, как вы понимаете, там, в некоторых случаях это приносило хорошие очень результаты. Вот, замечательные стихи, вот, очень хорошая, хорошая просто литература, и поэтому вот эта основа вся, да, она все в совокупности просто. Ну, плюс, я все-таки старался написать хорошие мелодии, может быть, как бы в этом мое, не знаю, кредо, если хотите, то есть, я люблю музыку, которая, в общем, ярко, мелодично, так и, в общем, легко запоминается, а ее можно напевать, вот, и мы рассчитываем, может быть, там, если не к премьере, то, в общем, со временем, может быть, мы выпустим и диск тоже, да, который будет сопровождать наш мюзикл, то есть, уже в исполнении оренбургских артистов и тех звезд, которые мы откроем. То есть, он будет записан, его можно будет, так сказать, послушать, покупать, там, в магазинах где-то, вот, что тоже, в общем, сегодня редко, потому что бывает, потому что сегодня так как-то все люди мыслят отдельными песнями, а вот так цельное что-то, да, такое вот послушать тоже, как бы, мне кажется, что это все тоже будет интересно. Одним словом, у нас такая большая программа, и мы связаны, да, сейчас будем вот с Оренбургом, так что мы здесь будем появляться. У нас такой будет вахтовый метод, мы будем приезжать, уезжать, возвращаться. Подробно чуть-чуть расскажите, каким образом вы планируете приехать, поработать вместе? Да, то есть, люди получают некие задания, то есть, с ними репетируют, потом с ними работают ассистенты, пока отсутствует, например, главный постановщик, да, вот. Художник-постановщик точно так же, он приезжает, как бы, дает задания, то есть, включается в производственные мастерские художники, которые, там, будут ему помогать еще, так сказать, вот. И они все, так сказать, начинают работать, рисовать там, где нужно, где нужно красить, где нужно, там, строгать, пилить, все там делать и так далее. Это сейчас большая, как бы, все-таки, да, еще там работа предстоит по созданию декораций. То есть, работа не будет прекращаться в течение полугода? Нет, она не будет прекращаться, начиная с мая месяца. То есть, мы стартуем в мае, вот, кастингом, да, как только мы определяемся с составом, все, то есть, ну, там, обычная история, театральная, да, как обычно делается шоу, то есть, людей снимается мерки, обувь, начинается пошив костюмов и так далее, и так далее, когда уже поделены кандидатуры, что мы все-таки и типаж на людей должны подобрать, что мюзикл все-таки это такой жанр, где типажи еще важны. Злодей должен быть злодеем, он должен выглядеть как злодей. Вот, тут важно все. Госпожа Мэй, кто-нибудь из нас подходит? Сергей или я? Ну, на злодея вы не тянете, точно могу сказать. На кого мы тянем? Ну, не знаю. На журналистов. На журналистов, да. Хорошо, мы будем с вами работать тогда информационное обеспечение. А вот еще один вопросик такой небольшой. Вот музыка мюзикл, да, и ваших писем, она перекликается? Есть что-то? Безусловно, в чем-то перекликается. В чем-то перекликается, потому что музыка... Мы вас о них узнали, да? Ну, думаю, что да. Я думаю, что она опознаваема. Единственное, что я хочу сказать, что там какие-то есть, ну, там много есть инструментальной музыки, которая, в общем, как-то отчасти, можно сказать, связана с симфонической музыкой. Но большая часть музыки – это поп-музыка, она яркая, она сегодняшняя, абсолютно, да. Вот, и она такая вот, как вам сказать, ну, она легка для восприятия, просто вот самым широким слоем людей. Потому что это написано не с целью самоутверждения, да, какого-то, как, знаете, бывает там режиссеры самоутверждаются, или композиторы, просто я сейчас там наверну какое-нибудь там просто очень сложное, да, нечто. Ну, я получу личное удовольствие от того, какой я умный. Но просто больше никто это не поймет, просто, да. А это сделано для людей. Просто это для людей сделано, да, и как бы для народа. И народ, собственно говоря, отчасти принимает участие в самой постановке. И этот же народ будет потом... И этот народ же ходит же, да, как бы на эту же постановку, да, то есть как бы... И, в общем, тут все как бы сделано для людей. Вот, поэтому я надеюсь на то, что это будет успешно. Ну, остается пожелать вам больших успехов. Я уже хочу на премьеру попасть. Спасибо. 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 Спасибо.